добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы недельная глава биху катай и есть такие слова если будет человек посвящать какую-либо душу по оценке то оценка твоя мужчине возрасте с 20 до 60 лет будет 50 шекерей священных а если это женщина то это будет 30 шекерей а если это будет ребенок с одного месяца и старше до 5 лет то мальчику оценка 5 шекерей девочки 3 если это с 5 до 20 лет мужчина то это 20 шекелей девушка будет 10 шекелей а если старше 60 лет взрослый мужчина 15 шекелей женщина 10 шекелей что это вообще такое что это за оценка посвятить душу по оценке можно понять так что человек хочет помолиться за кого-то чтоб сработало это благословение молитва чтоб сработала вот пожалуйста вот такая очень большая цена чем это можно сравнить сколько это денег 50 священных шекелей ну если мы смотрим в торе такую вещь как стоимость раба пишется что стоимость раба 30 шекелей шо что можно купить на 50 священных шекелей написано священный шекель в нем 20 огород 20 монет гера в обычном 10 получается что 50 это 100 обычных шекелей и тогда получается что можно купить три раба и еще остается у нас 10 шекелей можно еще выкупить можно выкупить еще человека еще выкупить то есть 5 шекелей священных выкуп первенца это столько нужно коину отдать здесь получается что 10 шекелей обычных вот у нас остается выкупить получается купить и раба и еще выкупить первенца такая огромнейшая сумма если взять посмотреть по торе сколько дают при данной девушке то 50 шекелей дают при данной девушке вот так чем еще можно сравнить 100 шекелей вот 50 священных шекелей то есть человек сделал большой грех навел напрасненную девушку еврейку в общем он женился и потом начал говорить что взял я девушку эту она была не девственница то родители девушки предоставят платье после первой брачной ночи что там есть кровное там платье и есть у них доказательство что она была девственницей и он возводил на на эту девушку напраснену теперь суд его приговаривает что он должен уплатить 100 шекелей вот такую огромную сумму родителям девушки и он все развестись еще не может чем это непростое дело значит сумма огромная то есть лучше стараться выполнять заповеди и не грешить чтобы мы не попадали в такую ситуацию потому что такую колоссальную сумму можно себе представить пишут наши мудрецы сколько зарабатывал этот работник в торе вот прежние времена 68 шекелей серебряный год можете себе представить сколько это денег чтобы собрать 50 священных шекелей даже трудно себе представить насколько это огромная сумма поэтому всевышний нам не говорит решите а потом вот так можете искупить вашу вину он говорит не грешите ведите себя достойно чтобы не попадать такие страшные ситуации чтобы молитва была услышана уже так просто конечно ничего не бывает мудрецы наши приводят пример известный ифтах он воевал по моему с омоном и был удачным полководцем и он сказал когда он будет возвращаться с войны и он говорит что вот первое что встречу на дороге